Я приветствую всех наших зрителей. Если вы с нами, вас интересует актуальная информация в Украине и не только, и обсуждать её мы сегодня будем с израильским журналистом, автором телеграм-канала «Война с Ордой» Сергеем Ауслендером. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер. Но вначале я хочу напомнить зрителям подписаться на наши YouTube-каналы Дмитрий Гордон в гостях у Гордона и Олеся Басман. Нажмите на кнопку «Подписаться», чтобы не пропустить свежие выпуски, аналитику и, конечно, интервью. Итак, приступим к нашей беседе. Русский агрессор усилил ракетную атаку по мирным украинским городам. К шахедам присоединились баллистические ракеты, которые, слава богу, украинское ПВО сбивает. О чём говорит эта истерика на болотах? Почему враг так активизировался с обстрелами? Ну, здесь дело, конечно, не только в истерике, хотя она, понятное дело, присутствует. Вот здесь, как я полагаю, есть несколько тому причин. Причина первая – они пытаются перегрузить ПВО украинской столицы, то есть найти вот эту самую точку насыщения, чтобы она, в конце концов, не справилась с налётом и пробить её, и достичь каких-то попаданий по городу. Второе – это они ищут патриоты. Это моя точка зрения, опять же, я её излагаю сейчас. Они ищут патриоты, потому что для них патриоты – это такой символ западной технологической мощи. Это система, которая обнулила их вот эти легендарные, конечно, в кавычках, кинжалы. Кинжалы. Оказалось, что она прекрасно сбивает. И вот, по всей видимости, там последовал какой-то такой высочайший приказ найти и уничтожить прям кровь из носа вот хотя бы один патриот, не считая ни с чем, сколько мы там на это ракет потратим, миллионов долларов, неважно, вот чтобы прям уничтожить. Потому что, по всей видимости, предыдущее уничтожение, ну, они, конечно, объявили громогласно об уничтожении этой системы, но понятно, что всё это фигня. Вот, и поэтому вот это вторая причина. И третья, это они таким образом пытаются заставить вашу ПВО, но она отчасти перекликается с первой, потратить большое количество ракет, чтобы немножко обезопасить хотя бы свою авиацию. Потому что, когда начнётся ваше наступление, имеется в виду вот его как бы решающий этап, уже вот непосредственно движение войск, то единственное, чем они могут это дело парировать, хоть как-то и хоть где-то, это авиация. Она у них действительно многочисленная, там много самолётов. И ваше ПВО для них сейчас представляет серьёзную угрозу. И вот они таким образом пытаются заставить её тратить свои ракеты, вот в том числе на эти шахеды, там на Калибры, Искандеры и прочее. Четвёртая причина – это банальный терроризм. А как? Они пытаются вот запугать вас, ваших граждан, людей в Украине, да? Возможно, они реально рассчитывают на то, что вот народ в Украине испугается и пойдёт давить на свою власть с тем, чтобы вот прекратить эту войну, там пойти на какие-нибудь там сепаратные переговоры. Если они так серьёзно полагают, то всё с ними гораздо хуже даже, чем я думал, потому что это вот как надо не понимать вообще, что такое Украина, кто такие украинцы, что это вот реально совершенно другой народ и что это вообще работает ровно в обратную сторону. Это только сильнее как бы злит украинцев, заставляет их ещё больше ненавидеть Россию, россиян и Путина, и порождает вот это вот встречное желание сопротивляться, убивать там и так далее. Так что, в общем, вот примерно такие причины мне видятся во всём этом деле. Да, я с вами согласна. Я видела сегодня эти кадры бегущих в укрытие детей. И, конечно, это никак не может мотивировать меня, как гражданку Украины, переходить к мирным переговорам. Хочется, наоборот, просто задушить и сцепить на горле, и никогда их не разжимать. Да, вот именно так это и работает. То есть это доктрина дуэта, самая знаменитая ещё в 30-х разработанная, что нужно бомбить мирных граждан, чтобы общество там принудило правительство вступить в переговоры. Эта доктрина никогда и нигде, ни разу не сработала. Ну, кроме как вот с Японией, которые там бомбили атомными бомбами, ну, это было что-то совсем из ряда вон, да, и это там отдельная история с применением ядерного и атомного оружия по Японии. Там об этом надо как-нибудь отдельно поговорить. Вот. Но в целом Германию бомбили, стёрли практически с лица земли, но капитулировать заставили, только взяв столицу и убив диктатора. Ну, он там сам вроде как самоубился, но тем не менее, да, то есть ликвидировал диктатора таким образом. Япония тоже там сдаваться вообще никак не собиралась, несмотря на все эти бомбардировки. Ну, и так далее, и так далее. Там Британию немцы утюжили во время битвы за Англию, тоже ничего не получилось. Обратный эффект совершенно. Абсолютно. И с вами это будет вот ровно то же самое. В Израиле такая же история. Плюс-минус, да. Только у нас, вот в отличие от вас, к сожалению, вашему, система гражданской обороны очень развита, и ПВО там посильнее будет ещё вашей, наверное. Хотя сейчас, вот что касается Киева, как я вижу, ПВО работает, конечно, с какой-то исключительной эффективностью, да, ну, то есть буквально стопроцентное поражение целей, и Киев прикрыт надёжно. К сожалению, к великому, ну, страна огромная у вас, её всю вот, ну, никак не прикроешь. Там обязательно останется какой-нибудь город, посёлок, который можно вот дубасить бомбами безнаказанно практически, да, и прикрыть вот, ну, всю территорию, все населённые пункты, ну, физически невозможно, к этому надо стремиться. То есть союзники вам продолжают поставлять системы, ПВО, вот она усиливается, и это хорошо. Я не знаю, слышали вы или нет, у нас уже появилось такое выражение, как залужный купол. По аналогии с зализным куполом, с железным куполом, с таким, как существует в Израиле, мы уже называем нашу систему ПВО залужный купол. Прекрасное название, я считаю. Всё-таки вы считаете, что нам ещё не хватает? Да, вы сказали, страна огромная, накрыть полной защитой, наверное, очень сложно. Всё-таки в первую очередь, что необходимо для того, чтобы усилить эту защиту ПВО? Тут ничего нового принципиально не придумали. Больше систем ПВО, как можно больше разных, там разного уровня, дальности действия и так далее, и вот их расставлять везде, где только можно, прикрывая сначала, вот столица прикрыта, потом более, там, менее крупные города, но крупные города, областные центры, потом важнейшие объекты, параллельно с крупными городами. И вот так вот постепенно, постепенно этот зонтик разворачивается. Ну и плюс авиация, конечно, самолёты. Лучшее ПВО — это авиация. То есть если будет в достаточном количестве современных много самолётов, то они тоже помогут справляться с этими ракетными отстрелами. Самолёты прекрасно умеют перехватывать крылатые ракеты. Ну мы уже понимаем и слышим, что поезд вроде бы как уже сдвинулся с этой мёртвой точки, и есть шанс получить нам то, что нам нужно. Да, да, да. По осколкам ракет, которые упали на город, можно говорить о том, что к нам летят новые ракеты, то есть вот буквально вышедшие недавно с конвейеров. Значит ли это, что санкции на поставку деталей для этих ракет не работают? Опять-таки мы видим новые шахеды и так далее. Ну, шахеды — это отдельная история. Это иранцы. Вот они их там из говна и палок собирают уже давно. Но вот дрон примитивный до крайности, но убивает исправно, не заставляет тратить на себя ракеты. Тут, к сожалению, ничего с этим не поделаешь. Тут вопрос надо решать в какой-то другой плоскости. Вот. Иран под санкциями, сколько, 30 лет уже живёт, по-моему, под такими жёсткими, да, и вот как-то они научились их обходить. Россияне, по всей видимости, тоже научились их обходить, используя возможный иранский опыт. Плюс у них какие-никакие запасы всё равно были, это электроники, да, это же не так покупается, что вот одну схему купили, вставили в ракету и сделали. Нет, там покупается партия и так далее. Эти прокладки всякие сейчас ищут везде по миру, там американцы, европейцы, иранитяне, кстати, ищут тоже. Вот. И так далее. И постепенно эта, как бы, калиточка-то будет закрываться. Вопрос, какие у них там накоплены эти запасы. Насколько вот я знаю, они сейчас способны производить одну крылатую ракету в месяц, в сутки, прошу прощения, в день. Крылатую ракету в день. 30 в суток, в месяц примерно? грубо, да, примерно 30 в месяц разного там вида базирования, авиационные там, ЭТХ, калибры, скандеры там, скандеры-то, и крылатые, это баллистическая, ну, суть, не важно, там и так далее. И вот они их, видимо, накопили, используя при предыдущих обстрелах старые запасы, получили, видимо, какую-то крупную партию этих дронов, но они же не получают готовые дроны из раны, не получают машинокомплект, такая коробка, в которой вот лежат всяких этого дрона собери сам, собери сам, да. Они это все дело собирают и, значит, запускают по вам. Ну вот, так что, как бы, налеты, конечно, будут продолжаться, с этим ничего не поделаешь, и вот до окончания войны, как у нас с террористами, с нашими доморущенными, бывает, у них всегда последний обстрел после заключения переведения, вот это прям вот закон такой. Вот последний раз мы воевали с исламским джихадом, сколько там, две недели назад. Вот последний обстрел был где-то через час после официального объявления о прекращении огня. Так что, к сожалению, вот вам нужно быть готовным к этому. То есть вы думаете, что санкции в этом случае не работают? Они быстро не заработают. Санкции, это же не прививка, да, которую уколол там и все, и человек там защищен. Даже прививка сразу не защищает, нужен выработаться иммунитет у человека, там есть какой-то инкубационный период там у него, да. То и с санкциями то же самое. Иран десятилетиями строил вот эти схемы. Почему бы ему сейчас не поделиться с Россией этими схемами, да. Друзья такие, союзники и так далее. Поэтому это быстро не получится. Там сложные схемы. Вся иранская дипломатия в Европе, например, работала всегда исключительно и только на снабжение своего военно-промышленного комплекса комплектующих. Вот. Всегда найдется какая-нибудь фирма, которая захочет рискнуть. Потому что деньги большие, деньги живые, деньги платят там, в чемодане наличные привезут. Всем хочется быстро и разбогатеть. Поэтому, к сожалению, ну, этими вещами нужно заниматься. Ими занимаются, но еще раз говорю, быстро это прямо не получится. Чтобы вот все там к концу, не знаю, лето, все вот закрыли, все каналы. Не получится так. Обязательно найдется что-нибудь, какая-нибудь дырка в этих санкциях. Кстати, об Иране. Талибан объявил войну Ирану. Об этом сообщил лидер, лидер Талибана. Почему этот Димаш произошел именно сейчас? Совпадение? Талибан не объявлял войну Ирану. Вот нужно отметить. И верховный лидер Мулла, как же его фамилия-то, вылетают у меня из головы эти фамилии сложные, пуштунки, он не объявлял войну Ирану. Войну Ирану объявил некий полевой командир из Паншера, из вот этой провинции, которая граничит с Ираном. Нужно понимать, опять же, что Талибан это не государство, вот в том смысле, в котором мы себе это представляем, столица, центральная власть, парламент, правительство, ветви власти, суд, армия и все такое. Нет, Талибан это такой вот конгломерат племен и ополчений, и отрядов различных, которые плюс-минус признают центральную власть в Кабул. Но у себя там на местах они воротят все, что захотят. И плюс надо же понимать, что молодые командиры Талибана, им там, ну грубо тем, которым до сорока, да, они родились и выросли в условиях войны. Они в люльках своих с автоматами уже лежали. И они никакого состояния другого, кроме войны, не знают в принципе вообще. Вот они как самураи японские. У них только Путина. Главное, только воевать с кем-нибудь, да, больше ничего. Им вот что с иранцами воевать, что с билуджами, что с друг с другом, с советскими войсками, с американскими, с правительными, неважно, главное, воевать. Вот у них это вот, вся их жизнь это сплошная война. Или наркоторговля, которая для того, чтобы заработать денег, чтобы купить оружие, чтобы воевать. Вот это вот, что такое Талибан. Поэтому и в Талибане наметился раскол между умеренным как бы крылом вот этих стариков, как бы, ну условно стариков, да, вот тех, кто как бы сидит в Кабуле и мечтает о строительстве Исламского Эмирата Афганистан, нереально хотят государство построить такое, ну вот, исламское. Не в том смысле, вот террористическая группировка, которая была в Сирии и Ираке, а в смысле, вот типа там Саудовской Арагии. Вот такое, построить государство и жить там по, значит, законам Ислама, там по Корану, чтобы все было вот как в книжке написано. А есть вот эти молодые отморозки, которым вот их главный вообще смысл их жизни это гонять по пустыне на тачанках с пулеметами там и палить во все, что шевелит. И вот между ними намерился такой раскол, который периодически выливает. Плюс к этому проблема с водой, вот эта речка Гельмент, которая течет между, соответственно, афганской провинцией и иранской, да, Белуджистан. И там вот они постоянно из-за этой воды там рубятся, потому что в 73-м году между Афганистаном еще как бы нормальным Афганистаном и Ираном был подписан договор о разделе как бы вот этих водных запасов реки Гельмент, что столько-то там миллионов кубов берет Иран, столько-то миллионов кубов берет Афганистан. И этот договор вроде как действует по сей день, но периодически они там друг у друга начинают воду воровать, все это выражается вот в таких смысле, все это переходит вот в такие пограничные инциденты, но большой войны там ожидать, мне кажется, не стоит, по той простой причине, что военная мощь Ирана все же куда покруче, чем у талибов. Да, талибы серьезная сила, спору нет. Даже несмотря на то, что сколько там оружия, в том числе и американского оставлено было. Ну, оружие-то они оставили, но это оружие, оно же конечное имеет число, правильно? То есть, вот они, к примеру, скажем, они оставили порядка там 180 пушек, ну, гаубиц вот этих, 155 миллиметров, те самые три семерки, которые вам американцы поставляют. Окей, серьезное такое количество, да, хватит для вооружения, там, ну, примерно трех бригад, но сколько к ним снарядов? Где снаряды брать? Снаряды есть в каком-то количестве, американцы их наверняка тоже бросили, но где их брать потом, когда они закончатся? А в случае крупного конфликта, как мы видим из войны в Украине, они закончатся моментально. И дальше куда их девать? Никого по периметру Афганистана не производит 155 миллиметров снаряда. Американцы, вот не факт, что их дадут, правильно? Может, дадут, кстати, вот недельку назад американская некая там делегация, условно это назовем, прибыла в Кабулу и чего-то там перетирала с этим мулой и вдруг после этого такая пошла эскалация на границе. Так что тут можно допустить участие Соединенных Штатов, которые в такие многоходовочке очень хорошо умеют. И они вот попросили такую эскалацию устроить, например, в обмен на что-то. На что они могут это обменять? Да на что угодно. Вот, кстати, в обмен на что? Украине? На что угодно. Могут обменять на снаряды, например, на вот эти вот 155 миллиметров. Потому что эти снаряды до Америки и до любого из союзников Америки не долетят вот вообще никак. На чемоданы долларов могут обменять. На, я не знаю, еще что-нибудь там. Ну, есть масса вариантов. У штатов много рычагов. Вот. Талибы сейчас нужно понимать, они ничем американцам не угрожают в принципе. Вот вообще никак. Ни у американцам, ни к дневному западу в целом. Ну, вот просто совсем. Да? Ну, кроме вот наркоторговли. Ну, это можно пресечь опять же. Или можно поговорить на эту тему. Что, чуваки, вы пресекаете наркоторговлю, устраиваете заваруху на границе с Ираном, а мы вам за это там снаряды дадим, например. Ну, вот в качестве депутатов. Хорошо. А Украине от этого есть какие-то бенефицы? Ну, враг моего врага это называется в том смысле, что все равно Ирану сейчас придется отвлечь какое-то количество ресурсов, какую-то часть фокуса своего внимания перенестить вот на свою восточную границу, на границу с Афганистаном. В любом случае. Тем более, что там Белуджи. Провинция Белуджистан, в которой там самые были серьезные протесты, восстания практически. Белуджи, они такие же отмороженные, как и пуштуны абсолютно. Вот, то же самое все любят повоевать и в контрабанду. Вот, у них там с пуштунами свои терки, как бы это известный тоже факт, но в данном случае они могут как-то друг с другом-то и договориться. Раз у нас общий враг, давайте мы про свои распри пока временно забудем. Поэтому часть фокуса, внимание, еще раз говорю, часть ресурсов придется переключить туда. Значит, их нужно будет где-то взять. Ну, значит, их вот, может быть поменьше будут помогать России, может быть там поменьше будут Израилем заниматься. Опять же, это и для Израиля тоже хорошо. Так что, в любом случае, любые неприятности у твоего врага это всегда хорошо. Всегда. Для бизнеса хорошо. Вот, в общем, будем надеяться, что это как-то перерастет, может, во что-то более серьезное. Дорогие друзья, мы с вами купили для вооруженных сил Украины уже 30 дронов. 30 разведывательных дронов DJI Mavic 3 Fly More комбо, которые так необходимы на фронте. 30 дронов. Это много или мало? Конечно, это не мало, но это и немного. Я хотел бы, чтобы мы с вами купили для вооруженных сил Украины 100 дронов. 100 дронов, которые так необходимы сегодня на фронте. И поэтому я приглашаю всех в мой магазин мерча Гордон Шоп. Каждый, кто что-то приобретет, получит в подарок вот такую вот шоколадку. Итак, сколько наименований моего мерча вы купите? Столько шоколадок, вот таких, повторяю, шоколадок, вы бесплатно получите. Приходите в магазин Гордон Шоп, покупайте все, что вам понравится, получайте в подарок шоколадки Гордон. И самое главное, давайте вместе поможем нашей прекрасной армии изгнать ненавистного оккупанта с украинской земли. Но поставки шахедов, вы думаете, в связи с этим не уменьшатся, да, в России? Понятия не имею, но не похоже, чтобы они уменьшились. Корабли через Каспий, насколько я знаю, ходят исправно туда-сюда, уже там, как речные трамвайчики, туда-сюда бегают и таскаются. В ту сторону снаряды, ракеты, минометные мины, патроны и шахеды, а вот что в обратную сторону таскают, вот это, кстати, большущий вопрос, на который сейчас там бьется ответить американская разведка, израильская там и разные другие разведки. Что же такого Иран получит от России? Ну, самолеты окей, как бы, самолеты это все фигня на самом деле, вот, никакой там они особой погоды, эти 30, там, 5 этих бомбардировщиков или 36, сколько они там, ну, в смысле, истребители не сделают, вот, в случае массированного не смогут, значит, есть что-то другое, потому что в Иране должны прекрасно понимать, что эти самолеты, они никакой погоды там не сделают. Ну, так а что им надо от Москвы? Мы же все знаем, что Иран разрабатывает, как он движется в совершенствовании своей ядерной программы. Вот, например. Ой, хорошо, давайте перейдем еще, знаете, к какой теме. Шефа украинской военной разведки Кирилла Буданова, его коллеги из британской разведки называют амбициозным и творческим руководителем. Надеюсь, что наш ГУР входит в топ лучших разведок мира. Израильский МОСАД уже много лет демонстрирует, как успешно нужно бороться с врагами Израиля. А как бы вы, как журналист, оценили успехи нашей военной разведки на данном этапе? Ну, прямо скажем, я же не знаю секретов вашей военной разведки, слава Богу, я не должен их знать, мне своих вот так хватает. Вот, но, судя по тому, что происходит на фронте, что происходит в тылах, да, многочисленные диверсии там, какие-то ликвидации там происходят, опять же, не очень понятно, имеет к ним отношение ГУР или не имеет, или это там их внутри какие-то видовые разборки и так далее, то вполне как бы я думаю о том, что работа вашего ГУР наладилась очень тогда же хорошо, он, вот это управление ваше очень быстро так, военная разведка перестроилась под требования военного времени и вот сейчас занимается тем, чем она, собственно, должна заниматься. Если реальная диверсия, например, на Крымском морду это их рук дело, ну, вот этот подрыв, то это, конечно, топ. Эту операцию будут изучать потом там в разных этих разведшколах в мире, потому что если это, как бы они к этому реально имеют отношение, реально крупно. Так что я думаю, что все у вас нормально с военной разведкой, ее возможности будут только возрастать, плюс работа с коллегами, потому что для любой военной разведки, да вообще вот внешней как бы разведки очень важна коллаборация с союзниками, такая правильная коллаборация, да, и поэтому я надеюсь, что все у вас с вашим ГУРом хорошо и вполне не выглядят достойно, я бы сказал, на фоне там самых крутых разведок мира, Даши. Вот даже сегодня после этого массированного обстрела Кирилл Буданов сказал, что ждите, ответочка будет очень неприятная. Вы считаете, что преследование врагов Украины, так как, собственно, это делает и разведка Израиля, это оправданный шаг? Это вам решать, это вам решать, как вам вести себя с вашими врагами. Израиль когда-то выбрал вот такую тактику, точечные ликвидации, ликвидации всяких политическо-террористических деятелей, ученых, кстати, интереса ради там, пусть зрители погуглят, сколько иранских ядерщиков померло какими-то внезапными смертями за последние допустим 15 лет. Сильно удивитесь, прям морг какой-то на них напал в какой-то момент. Это такая часть тактики, у нас ресурсы маленькие, страна маленькая, мы не можем каждые три недели ходить на войну с кем-нибудь физически просто. Поэтому мы избрали такую тактику. Какую тактику изберет Украина, тут трудно сказать, на это нужно отчасти политическое решение тоже, отчасти возможности нужны, все-таки у вас враг такой гигантский, огромный, если где-нибудь объект для потенциальной ликвидации спрячется на территории России, ищи его там, свищи потом, где его найдешь. Так что это такой момент сложный, еще раз говорю, решать это надо будет вашим разведчикам, нужно только понимать, что все это имеет какую-то целесообразность, важно целеполагание. Мы убивать просто ради того, чтобы убивать, вот этот человек был там в Украине, он там принимал участие, не знаю, в резне, в буче, и вот давайте его прям кровь из носу ликвидируем, мы положим на это все ресурсы, но ресурсов всегда не хватает, ни в какой разведке, ни в ЦРУ, ни в МАСАДе, ни в ГУЛе, тем более, и если мы будем тратить драгоценные ресурсы просто на то, чтобы свести с кем-то счеты, это нехорошо, на мой взгляд. Еще раз повторяю, это вашим разведчикам и политикам решать, но это всегда нехорошо, это всегда отвлекает, поэтому вот у нас, например, провели операцию в Израиль, грокнули этого главного ядерщика Фахризаде, иранского, это сильно отбросило ядерную программу Иран, но это имело как бы цель и смысл, правильно, то есть мы таким образом обезглавили иранскую ядерную программу, не только потому, что нам там рожа этого Фахризаде не нравилась, да ради бога, с лица воду не пить и вообще все равно, его ликвидировали четко, имея четкую цель для этого, вот тут нужно будет понимать, что соизмерять цели и задачи и возможности, совершенно верно, да, мы, конечно же, не можем знать, где, когда и на каком направлении может начаться украинское наступление, линия фронта составляет более полутора тысяч километров, плюс границы тех областей, куда уже как к себе домой с Украины заходят добровольческие батальоны. Есть ли у России возможность держать под контролем всю эту линию? И может ли создание частных военных компаний или скорее таких вот частных военных преступных группировок повлиять на это? А давайте мы с вами посчитаем, вот сейчас математикой займемся, да, линия фронта полторы тысячи километров, так, район, бригадный район обороны или линии обороны бригады составляет примерно 10 километров, да, ну там вообще 15 считается, но вот как бы эффективно обороняться сдержать. Бригада, да, может на 10 километрах фронта примерно, вот, на участке прорыва еще меньше, там где вот будет наиболее сильный удар, но пусть будет 10 километров. Знаешь, нам нужно 150 бригад для того, чтобы держать фронт в полторы тысячи километров. 150 бригад. В бригаде по штату примерно 5 тысяч человек. Это значит, что нам нужно получать 750 тысяч войска только для того, чтобы держать оборону в первой линии, в первом эшелоне. Сзади первого эшелона должен быть второй эшелон или мобильные резервы, которые должны будут купировать прорыв. А как понять, как его купировать? А плюс нужна техника, плюс нужно оружие. Это отдельная история, да. Я сейчас тут только о людях говорю. 750 тысяч обученного состава только для первого эшелона плюс второй эшелон. Это еще нужно держать там тысяч 300, 400, 500 тысяч, чтобы понимать, где будет, когда, где и будет главный удар, чтобы там его купировать. Нужны механизированные соединения, не пехота в лаптях, да, нужны, как бы, механизированные части. Ну, когда у тебя фронт полторы тысячи километров, как же ты угадаешь, где у тебя будет направление главного удар? Может, он будет вот здесь, а может, 300 километров севернее, а может, 100 километров южнее. И вот это вот все, вот это последовательное давление, которое сейчас вот создается украинским командованием буквально на всем протяжении фронта, не дает россиянам возможности ответить на самый вообще главный вопрос, на самый основной вопрос, где будет направление главного удара. А не ответив на него, ты не можешь к наступлению подготовиться. Тем более, если ударов будет несколько, два отвлекающих и один основной. При этом, как всегда бывает на войне, она штука нелинейная, как известно, и полна случайностей. Основной становится отвлекающим, отвлекающий основным, потому что там хорошо дела пошли, там продвижение наметено. А в этот момент россияне решили, что вот тот был основной. Ну, короче, тут в общем гигантский фронт, мало сил, плюс еще граница оказалась дырявая просто насквозь, там шарахаются туда-сюда, эти, значит, корпуса и легионы добровольческие, как хотят вообще и куда. И были уже свидетельства, вот мой товарищ, он там военный журналист украинский, он по своим источникам узнавал и действительно выходит, что россияне снимали какие-то части с фронта и перебрасывали их в Белгородскую область. Окей, а есть еще Брянская, а есть еще Воронежская, а есть еще, какая там еще есть, я уже забыл там, какие у них, Курская. Вот уже четыре области есть, граница там только сотни километров, множество населенных пунктов. Да это же никакой армии, китайской армии не хватит, чтобы все это прикрыть, не то, что там российская. Поэтому, короче говоря, у них проблемы будут, на мой взгляд. А вот создание, как я сказала, создание этих частных военных компаний как-то и может помочь решить эту их проблему? А что это, собственно, изменит? Ну, частная военная компания или это будет, там, не знаю, армейская структура, какая разница, где технику-то для нее брать, все равно. Технику, снаряды, артиллерию, там, подготовленных людей и так далее. Вот. Ну, вот у них ЧВК Вагнер, это так называемая, да, армейская группировка, да, которая там чего-то, какие-то якобы успехи демонстрировала. Ну, во-первых, там, костяк этого Вагнера, он много лет воюет, начиная еще там с 14-го года на Донбассе, там, Африка, там, Ближний Восток, Сирия и так далее. А где они будут людей в эти ЧВК-то набирать? Так же точно с улицы будут набирать, то есть будут те же мобилизованные, только типа за деньги, из которых там половина поляжет при первом же соприкосновении с вашими военными. Ну, кстати, по поводу успеха, я бы, Вагнера, я бы тут с вами немножечко поспорила, потому что... А не надо со мной спорить, Настя, я-то как раз успех имел в виду в кавычках. Да. Это ж какой-то успех, когда ты 20 тысяч народу, по его же собственным словам, Пригожно, угробил на взятие районного центра. Районного центра. Это даже не областной центр, отбыла бы, значит, победа там, какой-то, не знаю, условный Днепр захватит. Ладно. Но районный центр, который не имел вообще ни тактического, ни оперативного, ни уж тем более стратегического, ладно бы это был, предположим, вот последний районный центр в Украине, который контролировал бы украинскую армию. Давайте вот такую невозможную ситуацию предположим. И вот ради такого, что вот мы вот 20 тысяч народу кладем, захватываясь, вот вся Украина наша. Но это не последний, не предпоследний, и вообще там миллион еще этих районных центров. И дальше-то все на этом закончилось, продвижение. Так что я не утверждал, что у него будет. А тем более сейчас. Но Пригожин, он собирается и уже начал выводить свою ОПГ из Бахмута, и силы регулярной российской армии должны зайти в город. Как вы считаете, вообще это хорошее время для того, чтобы наши смогли совершить там некую контратаку и зайти обратно в город? Тем более, у нас вроде бы как хорошие позиции на высотах и так далее. Это решит ваше командование. Оно сочтет нужным, зайдут, не сочтет нужным, не зайдут. Я так понимаю, что заходить в Бахмут нет никакого смысла. Опыт годовой битвы за Бахмут как раз показывает, что заходить туда не надо. Если сейчас ваши владеют высотами по флангам, город как в чаше перед ними, как на ладони, то есть он под огневым контролем, какой смысл туда заходить? Город все равно уже уничтожен, он разрушен, уже нет смысла там ничего береть. Так просто смолоть их в крошку артиллерии, после чего они либо оттуда отойдут, либо в конце концов ваше продвижение по флангам приведет к их охвату или оперативному окружению, или полноценному окружению. Так что я думаю, что в вашем генштабе прекрасно знают, какова обстановка и как нужно действовать. Ну да, я сегодня тоже видела видео, как наши ребята демонстрируют, что Бахмут полностью в огневом, под огневым контролем Украины и шансов уцелеть российской армии там практически нет. Мы уже заговорили о Пригожине, по вашему мнению, сколько еще руководство России будет терпеть оскорбления от Пригожина, вытирать плевки со своих генеральских лиц? Вообще не волнует меня, сколько они будут это терпеть. Даже если он им там, как он выразился, подсыт на лицо, меня это вообще не волнует от слова совсем. Пусть там эта банка с пауками дальше бурлит, кипит, и они там друг друга поедают. Ради бога. Только вот удача и флаг труб. Чем больше у них это все будет там, это все будет усугубляться сейчас. В преддверии как бы разгрома, поражения и развала это все будет только-только усугубляться. Пригожин сейчас вдруг решил, что он поймал бога за бороду и он сейчас публичный пошел. Ну вот посмотрим, кто из них круче окажется. Допустим, Шайбу Дерасимов или Пригож. Поглядим. Самому интересно, но интересно, чем это закончится. А сколько там все это терпеть будут? Я бы поставила на зеро на то, что никто не уцелеет из них. Нет. Они. Да. Кстати, заметьте, что на Пригожина даже не завели дело о дискредитации российской армии, хотя, как вы правильно дали цитату Пригожина, как он сказал, что поссал бы на эти лица. Почему его не трогают? Трудно сказать. Какой-то у него кредит от Путина есть. Есть у него какая-то бумажка, как в романе «Три мушкетера». То, что сделал податель всего, сделано по моему приказу и для блага государства. Подпись решили. Вот что-то у него какая-то такая бумажка от Путина. Я не знаю, она устная или письменно. Это все как это выглядит. И поэтому велено его пока не трогать. Там ходили разные версии о том, что в Центральной Африканской республики. Какие-то схроны с золотом, алмазами путинскими и его ЧВК это все дело охраняет. Не знаю, честно скажу. Но еще раз повторяю, это не так все важно. Важно, как пойдет ваше наступление. Вот что важно. А что там они друг друга жрать будут и грызть при этом? Да, родим Бог. Стоит ли ждать массового дезертирства в российской армии? Вполне допускаю. И есть такой вот сценарий, он не самый такой прям супер вероятный, но тоже нужно держать его в голове. Ни в коем случае нельзя планировать свои действия, исходя из такой возможности, но держать в голове надо, что у них будет все как в 1916-17 годах, когда фронт посыплется и они побегут в случае вот такого активного наступления ваших войск и такого сильного давления, они просто побегут, потому что мобилизованные какие-то зэки, зэки уже бегут, я так понимаю, десятками с фронта, при этом попутно убивая офицеров, захватывая транспортные средства, бухая и насилуя все, что вокруг шевелится, включая домашних животных, все они валят в тыл, потому как мы тут на это не подписывались. Мы подписывались приехать красиво потусоваться на фронте полгодика и за это нам спишут все, еще и денег дадут, а тут оказалось-то воевать надо, убивают. А тут мясорубка. Прям конкретная такая, верден, так зачем нам это надо, давайте-ка там пацаны берем машину этого грохнуть и поехали куда-нибудь в луган и так далее. В общем, короче говоря, есть такая вероятность и весьма и весьма немаленькая, потому что когда вот эта вся лавина западной техники с подготовленными вашими бригадами пойдет, вот тут я боюсь, точнее не боюсь, я надеюсь, что так оно и произойдет, но я уверен в том, что ваши генералы все планируют исходя из наихудшего сценария, как это и положено военно, из самого худшего, что в жизни все бывает еще хуже, как правило. Но вот этот сценарий надо тоже держать в голове, это был бы идеальный вариант. Спасибо вам большое, спасибо Сергей за беседу. Напоследок, традиционно я бы хотела напомнить подписаться на наши YouTube-каналы Дмитрий Гордон в гостях у Гордона Олеся Басман, а также комментировать нашу сегодняшнюю беседу. Я напоминаю, что моим гостем был израильский журналист, автор телеграм-канала «Война с Ордой» Сергей Ауслендер. Спасибо вам еще раз за интервью. Спасибо.